Друзья, всем привет! С вами видеоблог Сварчатая Екатерина, и сегодня я, Сережа Митрофанов, заварю для вас кофе из линейки Barrels & Flowers. Сегодня будет кофе, так скажем, классического профиля, это будет мытая Колумбия в бочке из-под парам бурбона. Это Колумбия Pasto Sede мытой обработки, 60 дней выдержанной в бочке из-под бурбона. Заварим мы ее в воронке V60. Нам понадобится 16 грамм кофе на 250 граммов воды. Температура воды 95 градусов. По обычаю смачиваем бумажный фильтр перед завариванием. Завешиваем. 16,5 граммов кофе. На нашем канале вы также можете найти рецепт из этой линейки Barrels & Flowers про замечательный кофе Salvador Kenya Bourbon. Это яркий эксперимент, там немножечко по-другому мы заварим. Здесь будет заваривание идти следующим образом. Первое вливание 40 грамм в течение 10 секунд. Далее, начиная с 25 секунды, вливаем весь оставшийся объем. Мы стараемся растянуть этот объем до минуты 15, минуты 20. Первый шаг – это мы вливаем аккуратно в центр, поднимая нашу кофейную шапку. На 70 граммах начинаем делать аккуратные круговые движения, при этом контролируя поток воды и время. Не забывайте, что вам нужно уложиться к минуте 15, минуте 20. Залить весь объем. Далее, продолжаем лить аккуратно в центр. И оставшиеся 50 граммов мы также распределяем по диаметру. Но помните, друзья, что нельзя заходить на стенки воронки. Это важно. Итак, мы закончили вливание к минуте 20. Общее время экстракции составить 2 минуты, либо 2 минуты 10 секунд. Такой профиль позволит нам подчеркнуть теруарность кофе классической обработки. Это может быть либо мытое, либо натуральное. И при этом хорошо выварить алкогольные ноты, которые получились за счет постферментации. Итак, общее время 2 минуты. Колумбия паста седе. Аромат кальвадеса, темного шоколада, сушеного яблока. Очень сладкий. Кофе получается сочный, чистый. Зеленое яблоко, ноты темного шоколада. Это в послевкусии отчетливая ромовая баба. Из кружки напиток более тельный, более обволакивающий, шелковистый. То есть вы можете дегустировать как используя каперскую ложку, так и из кружки. Шикарно. Для постферментированного кофе очень чистый и с отчетливым послевкусием алкогольных нот, которые как раз таки проявляются в таком алкогольном десерте, как я уже сказал, ромовая баба. Для меня это отчетливый, этот десерт. Ну что, друзья, вот такой простой рецепт на, так скажем, классический профиль кофе в линейке Barrels & Flowers. Делитесь с нами вашими рецептами в комментариях. Возможно, у вас есть какой-то свой особенный рецепт на именно эту линейку Barrels & Flowers. Мы очень часто меняем там кофе, поэтому мы не можем вам дать под определенные сорта. Мы даем вам рецепты под экспериментальные лоты и под классические профили заваривания. С вами был я, Серега Митрофанов, канал «Сварщица», рубрика «Рецепты». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нам очень приятно. Увидимся в следующий раз. Пока! Ой, это вкуснее будет.